Введение интродакшн. Что в этом для меня? Как избежать порнографической ловушки? What's in it for me? Escaping the porn trap. В 1964 году Поттер Стюарт, тогда судья Верховного Суда, был спрошен его определение непристойностей. Его ответ? Я не могу определить это, но я узнаю это, когда вижу. In 1964 Поттер Стюарт, the Supreme Justice, was asked what his definition for obscenities was. His response? I can't define it, but I know it when I see it. Когда мы говорим о зависимости от порнографии, нам не помогает обсуждение универсальных границ между тем, что есть порно, и тем, что нет. То, что мы считаем порно, может различаться у разных людей. Порно является порно из-за того, как вы на это реагируете. When we talk about a pornography addiction, it isn't helpful to discuss universal lines between what is porn and what isn't it. What we consider porn can be different between people. Porn is porn because of how you respond to it. Другими словами, это порно, если вы считаете это порно. In other words, it's porn if you think it's porn. В 90-х годах сексологи стали замечать увеличение количества людей, ищущих лечения от зависимости от порно. У этих людей потребление порно переходило от удовольствия к принуждению, и это влияло на качество их жизни и отношений. In the 90s, sex therapists started to see an increase in the number of people seeking treatment for porn addiction. These people's porn use was crossing the line from pleasure activity to compulsion, and it was impacting the quality of their lives and relationships. Когда интернет унес порнографию из сомнительных видеомагазинов прямо в наши дома, проблема зависимости от порно, казалось, резко возросла. Но, как и многие сексуальные темы, порно остается табу, и многим пользователям порно трудно получить помощь или даже осознать проблемы, которые вызывают их зависимости. As the internet moved pornography away from CD-video stores and into the privacy of our homes, the problem of porn addiction seemed to skyrocket. But as with many sexual topics, porn remains taboo, and many porn users struggle to get help or even recognize the issues that their addictions are causing. Мы рассмотрим, что такое порно, почему это вызывает зависимость и какой вред это может причинить. Мы расскажем истории реальных людей и предоставим вам шесть шагов к выздоровлению на основе истории успеха бывших зависимых. Если порно начало влиять на вашу жизнь или жизнь ваших близких, на карьеру или отношения, это стратегии, которые вам нужны, чтобы вырваться из порнографической ловушки. Некоторый контент в этом разделе может быть потенциально провоцирующим. We are going to look at what porn is, why it's addictive, and what harm it can cause. We all share stories from real people and give you six steps to recovery based on the success stories of former addicts. If porn has started to affect you or your loved one's life, care or relationships, these are the strategies you need to break you out of the porn trap. Some of the content in this section could potentially be triggering. Хотя это может показаться простым, смешным или отвратительным говорить о преодолении зависимости от порно, пользователю может быть невероятно сложно отказаться от порно. Чтобы понять почему, давайте начнем с того, что такое зависимость от порно. Although it might seem simple, funny or gross to talk about overcoming a porn addiction, it can be incredibly difficult for a user to give up porn. To help understand why, let's start by looking at what a porn addiction actually is. Основная идея, один key idea, один скрытая сила порно, the hidden power of porn, когда мы говорим о порно, мы имеем в виду любой откровенный материал, используемый как сексуальное развлечение. Это могут быть изображения, видео, аудио или письменное слово. Это значит, что это довольно переменчиво между людьми. Возможно, мы должны задать вопрос не что такое порно, а что делает порно. When we refer to porn, we're talking about any explicit material that is used as a sexual outlet. It could be images, video, audio or written word. That means it's pretty variable between people. Maybe the question we should ask isn't it what is porn? But what does porn do? Говоря просто, порно стимулирует сексуальные органы пользователя через визуальные или аудиальные средства. Это возбуждает вас. Это кажется простым, но давайте рассмотрим поближе физиологию этой реакции в контексте зависимости. Simply put, porn stimulates the sexual organs of the user through visual or audio input. It turns you on. That seems straightforward, but let's look closer at the physiology of that reaction in the context of addiction. Нейрологически нет разницы между просмотром порнографии и просмотром сексуальных действий в реальной жизни. С точки зрения вашей сексуальной системы возбуждения, вы там. Зачастую даже не имеет значения, нравится вам то, что вы видите или нет. Если вы смотрите сексуальные действия, ваше тело, вероятно, возбуждается автоматически. Некоторые из этих физиологических изменений кажутся очевидными. Для мужчин это эрекция. Для женщин — влагалищное смазывание. Ваше сердце бьется быстрее, ваше дыхание становится поверхностным. Вы возбуждены. Some of those physiological changes seem obvious. For men, it's an erection. For women, it's vaginal lubrication. Your heart beats faster, your breath becomes shallow. You are torn torn. Мы реже думаем о том, что происходит в вашем мозге. Порно, наряду с другими сексуальными стимуляторами, фактически меняет химию вашего мозга. Уровень допамина резко возрастает, и вы испытываете невероятный прилив, который исследователи сравнивают с наркотическими веществами. Другие хорошие химикаты, такие как адреналин, серотонин и тестостерон, также выделяются. Это одна из причин, почему зависимость от порно так разрушительна и так трудно от нее избавиться. What we think about less is what's going on in your brain. Порн, along with other sexual stimulants, actually changes your brain chemistry. Допамин spikes, and you get an incredible rush that researches compared to addictive drugs. Other feel-good chemicals, such as адреналин, сиатонин and тестостерон, are released. This is one of the reasons why porn addiction is so destructive and so difficult to shake. Вы, возможно, думали, как можно стать зависимым от порно. Это внешнее. Вы просто смотрите на что-то. You might have been thinking, how can someone become addicted to porn? It's external. You're just looking at something. Но опыт порно внутренний, и привычное использование порно может быть таким же вызывающим зависимость, как и любое наркотическое средство. Триггер может быть другим, но реакция удивительно похожа. Более того, у порно есть социальные и привычные аспекты, которые усиливают эту зависимость. But the experience of porn is internal, and habitual use of porn can be just as addictive as any drug. The trigger might be different, but the response is surprisingly similar. What's more, porn has social and habitual aspects that increase this addiction. Поскольку порно так доступно, особенно с помощью интернета, оно имеет элемент, который имитирует психологию игровых автоматов. Для некоторых кликание по порно, чтобы найти правильное порно, может быть таким же стимулирующим, как само порно. Online-порнография имеет прерывистую систему вознаграждения, которая является одним из наиболее мощных методов формирования зависимостного поведения. Since porn is so accessible, especially with the Internet, it has an element to its that mimics the psychology of slot machines. For some, clicking through porn to find the right porn can be as stimulating as the porn itself. Online-порнография has an intermittent reward system that is one of the most potent methods for shaping addiction behaviors. Порно может заставить пользователя чувствовать себя могущественным или в контроле. Это может быть инструментом для исследования сексуальности. Пользователя может познакомить с порно-друзья или семья и, следовательно, связать его с социальной деятельностью. Некоторые люди используют порно для справления со стрессом или как уход от реальной жизни. Химический прилив от порно может отвлечь вас от негативных вещей в вашей жизни и заставить вас чувствовать себя хорошо, хотя и временно. Порн might make the user feel powerful or in control. It could be a tool for exploring sexuality. A user might be introduced to porn by friends or family and therefore associate it with a social activity. Some people use porn to cope with stress or as an escape from real life. The chemical rush from porn can distract you from negative things in your life and make you feel good, albeit temporarily. Легко отмахнуться от зависимости от порно, как от несерьезной проблемы. Но проблемы, с которыми сталкиваются зависимые от порно, очень реальны и могут нанести реальный вред. Давайте рассмотрим некоторые последствия зависимой связи с порно. It's easy for people to shrag of porn addiction as a non-serious issue. But the problems that porn addicts face are very real and can cause real harm. Let's take a look at some of the consequences of an addictive relationship with porn. Основная идея 2K idea 2, когда порно становится проблемой when porn becomes a problem, как мы только что увидели, зависимость от порно — это химический опыт, а также чувственный. Люди, зависимые от порно, обнаруживают, что привычка сложно определить, сложно признать и сложно преодолеть. As we just seen, addiction to porn is a chemical experience as well as a sensei one. People who are addicted to porn find that the habit is difficult to identify, difficult to acknowledge and difficult to break. Давайте рассмотрим некоторые из основных последствий, которые секс-терапевты наблюдают, когда отношения с порно становятся полноценной зависимостью. Let's look at some of the major consequences that sex therapists observe as a relationship with porn becomes a full addiction. Зависимые часто становятся изолированными от людей в своей жизни. Просмотр порно практически всегда происходит в одиночку, поэтому зависимый может физически отделяться от социальных взаимодействий или романтических отношений. Addicts often become isolated from the people in their lives. Watching porn is almost always done alone, so you might find an addict physically withdrawing from social interactions or romantic relationships. Зависимым часто приходится лгать о том, что они на самом деле делают. Вы вряд ли расскажете своим друзьям или семье, что пропустили ужин из-за мастурбации к порно. Это ещё больше изолирует пользователя, так как зависимые пытаются разделить порно и свою реальную жизнь. Addicts are often compelled to lie about what they are actually doing. You are not likely to tell your friends or family that you missed dinner because you were masturbating to porn. This isolates the user even further as addicts try to compartmentalize porn from their real life. Пользователи порно могут начать пренебрегать важными областями своей жизни, включая работу, друзей или бытовые задачи. Магия порно и всплеск допамина могут стать более привлекательными и непосредственно вознаграждающими, чем повседневная жизнь. Porn users can begin to neglect important areas of their lives, including work, friends or household tasks. The allure of porn and the dopamine high can become more attractive and more immediately rewarding than everyday life. Один пользователь, Кори, рассказывает о том, как он игнорировал свою работу и карьеру. Он отставал по проектам, и его работа в качестве компьютерного разработчика пострадала. Позже Кори сожалела времени, проведённым за порно, вместо того, чтобы делать то, что могло бы улучшить его навыки. Он чувствовал себя на шаг позади своих сверстников. One user, Кори, ignoring his work and care. He fell behind on projects and his job as a computer developer suffered. Later, Кори regretted the amount of time he spent on porn instead of things that might have improved his skills. He felt a step behind his peers. Для других страдали обязательства перед семьёй. Мари была одиночкой матерью, которая начала увлекаться порно после смерти мужа, как способ справиться с потерей. Она поняла, что пытаясь найти время для себя и облегчить свою боль, она пренебрегала отношениями со своими двумя дочерьми. Они потеряли одного родителя из-за астмы, и теперь они теряют другого из-за порна. Зависимые также чувствуют себя раздражёнными и подавленными, когда они не используют порно. Причина этого двойная. Во-первых, химическое высвобождение, которое пользователи порно испытывают во время сеанса, приводит к спаду после этого, так как ваше тело пытается заменить гормоны, которые оно потратило. Как наркотики, пользователи порно будут испытывать абстинентный синдром, если они не получат свою дозу. Addicts also find themselves irritated and depressed when they aren't using porn. The reason for this is two-fold. First, the chemical release that porn uses experience the ordinary session results in a drop after the effect as your body struggles to place the hormones it's used up. Like drugs, porn uses will experience with roles if they don't get their fix. Вторая причина — социальный аспект использования порно. Социальная изоляция из-за порно может воздействовать на психическое здоровье, и обнаружение на месте преступления может привести к личным конфликтам и значительн. — социальный — социальный